Всем привет, дорогие зрители! В общем, давно мечтал и, наконец, подкопил немного денег и приобрел себе вот такой вот станок в мастерскую. Сейчас я его распакую, приведу его, так сказать, в боевую готовность и затем испытаю его в работе. Так что устраивайтесь поудобнее, всем приятного просмотра, погнали! Пока собираю, расскажу о его характеристиках. Станок идет с нижним вертикальным расположением шпинделя и подвижным скользящим базированием заготовки для профильной обработки деталей прямолинейных и сложных форм. В отличие от ручного электрофрезера, он обеспечивает больше контроля в точности и безопасности, поскольку позволяет маневрировать самой заготовкой. Модель этого станка называется JAB VSM50. Электродвигатель имеет мощность 1,5 кВт, установлен в вертикальном положении внутри корпуса и способен работать с фрезами диаметром до 50 мм. Нужно, конечно, понимать, что этот станок для домашней мастерской и предназначен для фрезерования деталей небольшого веса и габарита. Общий вес станка в упаковке 23 кг. Рекулируемая высота шпинделя, то есть максимальная высота фрезерования на JAB VSM50 40 мм. Для настройки вылета фрезы есть удобная рукоятка сбоку корпуса и по достижению нужной высоты выступания над плоскостью стола рукоятку фиксируют стопором. Станок имеет пылезащитные кнопки управления. Регулятор частоты вращения от 11,5 до 24 тысяч оборотов в минуту. Рабочий стол шириной 360 мм. Выполнен из литого алюминиевого сплава. Он имеет фрезерованные продольные ребра, две шкалы для параллельного упора с мелкой калибровкой и паз для движения упора транспортира. Съемные стальные расширители позволяют увеличить длину стола с 610 мм до 1030 мм. Над подвешенным снизу стола электродвигателя есть отверстие диаметром 84 мм с проточкой. В него установлены поставляемые в комплекте со станком вставки 32, 48, 55 и 75 мм. Под каждую фрезу подбирается кольцо нужного диаметра. Они используются для закрытия пространства в отверстиях вокруг фрезы с зажатым шпинделем, что позволяет лучше базировать заготовку на столе и исключает попадание стружки внутрь корпуса. В комплекте со станком JIB VSM50 поставляются три цанговых зажима под наиболее распространенный диаметр хвостовиков фрез. Это 6, 8 и 12 мм. Окончание шпинделя имеет наружную резьбу, а сам зажим состоит из гайки и цанги, зафиксированной стопорным кольцом. Чтобы надеть концевую фрезу, ее устанавливают в зажим и опускают в отверстие пинделя. Вот так выглядит этот узел сверху. Одеваем цангу. При нажатии пальцем на подпружиненный фиксатор вал стопорится. Заготовка подается справа налево в направлении обратного вращения фрезы. Для обеспечения прямолинейного движения ее упирают в настраиваемый продольный упор и слегка прижимаем. Упор переставляется по двум пазам. Вот этим пазам вперед-назад. И состоит из пластиковых корпусных деталей, двух раздвижных алюминиевых лицевых накладок для регулировки зазора вокруг фрезы и возможности фиксации в выбранном положении. Левая часть может выдвигаться вперед относительно правой. Направление движения заготовки, исключению подрыва вверх и в сторону, задают два независимых прижима. Опускающийся сверху и торцевой упор. Я его сейчас убрал. В задней части параллельного упора устанавливается патрубок для подключения стружкоотсоса. Вот этот прижим можно снять и установить прозрачный защитный кожух. Защитный кожух не дает пальцам попасть под вращающуюся фрезу. Создает закрытое пространство и улучшает всасывание отходов отработки стружкоотсоса. Пластиковые упоры, состоящие из кучи соединяемых и регулируемых деталей, на станке, конечно, не идеал точности. Но станок позиционируется как оборудование для домашней мастерской. И для фрезерования простейших деталей подойдет на все 100%. Подведя итоги, я хочу сказать, что станком я полностью доволен. Он оправдал мои ожидания. Ну а на сегодня все, друзья. Спасибо большое за просмотр. До скорых встреч. Пока-пока. Продолжение следует...